В инвестициях все очень просто на самом деле. Надо покупать те активы, которые вырастут в цене, вот и все, и на этом получать прибыль. Все очень просто, казалось бы. Но люди смотрят новости, смотрят какие активы растут, и бегом бегут покупать эти активы, которые растут. Но надо ли так делать, и как отобрать активы, которые растут, надо ли их выбирать, сегодня об этом. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитхов Юрий. Но когда люди читают новости, в новостях часто пишут самые акции, которые выросли больше всего, и акции, которые упали больше всего. И кроме того, в новостях пишут, какие акции растут бешеными темпами, и так далее, и так далее. И люди начинают бежать и покупать эти акции. Яркий пример тому, это акции компании Тесла. Например, в прошлом году, в конце прошлого года, как сейчас помню, акции компании Тесла вдруг начали расти, и пишут об этом, что акции Теслы растут, вообще все прекрасно. И люди смотрят, так, если акции Теслы растут, то, значит, они и будут расти, наверное. И люди бегут и покупают, и люди вкладывают деньги, тем самым разгоняя акции еще больше. И все нормальные аналитики говорили, не берите акции, потому что они переоценены, потому что они уже выросли, но тем не менее все бежали и брали. И, как ни странно, акции продолжали расти, и сейчас все аналитики, ну, как бы разводят руками, говорят, слушайте, ну, да, действительно они выросли. Хотя акции Тесла, сама компания Тесла до прошлого года не давала прибыли вообще. То есть мы молока не видали пока. И они говорили, что по всем фундаментальным показателям компания крайне переоценена, и до сих пор так же считают. Ну, посмотрите сами, сейчас у компании Тесла появилась прибыль, и есть такой параметр, как там, ну, ПНАЕ вроде бы, который говорит, за сколько лет окупится та или иная компания. Нормальный показатель ПНАЕ для стран, в развивающихся странах в Европе сейчас уже где-то, ну, 30-40. То есть это за 30-40 лет за счет прибыли компания окупится, то есть вернутся инвестиции за счет прибыли компании. В России этот показатель составляет в среднем, там, ну, 5 лет, потому что есть риски определенные, они заложены, то есть российские акции более привлекательны с точки зрения прибыльности, а вот компания Тесла окупится примерно за 700 лет. И вы уверены, что стоит эту акцию брать? Потому что, ну, та акция, которая окупится, ну, конечно же, ее, наверное, стоит брать. Есть специальный коэффициент, который говорит, что акция, тот или иной актив, он растет быстрее индекса или медленнее индекса. То есть индекс – это нечто среднее, но что такое индекс? Это огромное число акций, и они усредняются как-то, и получается вот такая средняя линия. Но какие-то акции, если есть средняя линия, значит, какие-то есть выше средней и какие-то ниже средней. И поэтому, ну, просто ввели такой просто коэффициент, который говорит, что вот у этой акции рост выше среднего, а у этой акции рост ниже среднего. И этот коэффициент называется коэффициент бета. Вот сейчас прямо я захожу в свою любимую акцию, которую я купил примерно год назад. Это акция Tata Motors Limited. Индийская компания, которая купила недавно, не перестану радоваться на нее, которая недавно купила вот Land Rover Jaguar компанию английскую. Вот такая индийская компания, ну, крупнейшая индийская компания на самом деле. Вот, и смотрим на ее показатели. Цена последней сделки, там изменения за сегодня, кстати, вот, которые публикуются. Она на 3,25% еще выросла, к счастью. Вот, у меня их там всего-то немного. Вот, но здесь, смотрите, я захожу в эту акцию, и вот здесь обзор заявки, стакан, показатели. И в показателях, смотрите, основные капитализации этой компании. Что такое капитализация? Это если все акции сложить и умножить на их цену, вот, цена одной акции 34,68 сейчас, умножаем на количество акций, получаем капитализацию компании. Второй параметр – это бета. Как вы понимаете, что опережать индекс можно, ну, за какой-то период, да, то есть он фиксируется. Здесь написано «за последние 60 месяцев». За последние 60 месяцев бета у этой компании 2,08. Значит ли это, что ее надо брать? Сейчас мы это обсудим. Ну, то есть, один из главных параметров, вот он, первый же, бета. Насколько акция опережает рынок? Как он считается? Ну, здесь достаточно сложно он считается. Вот я тут нашел, специально, сказать, по улице в Яндексе. Как он считается? Сейчас загрузится. Коэффициент бета. Изначально бета-коэффициент своими создателями задумывался как коэффициент меры риска для отдельной акции относительно всего рынка в целом. Ну, что я и сказал. При этом, для сравнения, как правило, берется динамика основного рыночного фондового индекса. Ну, об этом я и сказал. Это определяется путем сравнения поведения цены акций рыночного фондового индекса. Сравнивается различные периоды роста и падения фондового индекса и те же периоды акций. Мы можем понять, как акция вела себя в тот или иной момент. Реагировала на внешние факторы так же сильно, как на рынке в целом. И наоборот, акции проявляли большую устойчивость. Формула коэффициента бета. Вот она. Это ковариация между самим активом и индексом, деленная на дисперсию доходности рынка, как правило, доходности основного фондового индекса за определенный период времени. Что такое дисперсия? Это, грубо говоря, среднеквадратическое отклонение. Улучшаем это немножко с этим самым, немножко скорректированное среднеквадратическое отклонение фактически. Вот что такое коэффициент бета. И коэффициент бета может быть... Смотрите, если акция быстрее рынка растет, то коэффициент бета, понятно, что больше единицы. Потому что рынок надо умножить на что? На какое-то число, которое больше единицы, значит, будет больше. Если мы умножим рынок на число, которое меньше единицы, значит, будет ниже. То есть, если бета меньше единицы, то будет ниже. Но вот эта вот нижняя штучка, она тоже играет роль, потому что этот коэффициент бета может быть равен нулю. Это значит, что поведение акций абсолютно не привязано к рынку никак. И я даже прочитал, что коэффициент бета может быть даже отрицательным. Если коэффициент бета отрицательный, то это значит, что если рынок вырос, то акция упала. А если рынок актив. А если рынок упал, то акция выросла. Вот есть такие активы. Ну, как правило, это индекс страха. Он рассчитывается по-другому. Он не входит в нашу сегодняшнюю тему. А наша тема индекс бета. Так вот, надо ли полагаться на индекс бета, когда мы принимаем решение о том, покупать тот или иной актив или нет. Дело в том, что этот актив у него самый большой минус в том, что он показывает то, что уже произошло. То есть, он показывает, что на таком-то периоде, значит, акция росла. Значит ли это, что она будет расти дальше? Нечуточки. Ну, есть надежда, что если она росла, то рост продолжится. Потому что, в принципе, если считать, что функция бета, например, это зависимость от времени, ну, надо предполагать, что она, скорее всего, непрерывная. То есть, ну, может быть, есть надежда, что она не будет ниже рынка. Но, опять же, если вы ее купили на максимуме, то если рынок падает, ну, просто процент бета уменьшается. То есть, надо смотреть не за самим коэффициентом бета, а за его динамикой. А за динамикой вы не проследите, потому что он просто, ну, фиксируется, и все, вот он, скажем, там, за последние 60 месяцев. А коэффициент бета как функция, ну, как-то вот нигде не учитывается. Почему он не учитывается? Ну, во-первых, потому что, потому что это не самый хороший коэффициент, потому что он показывает то, что уже произошло. Не надо покупать акции, которые уже выросли. Не надо покупать акции на эмоциях. Не надо покупать акции, о которых во всех новостях пишут, что они выросли. Так вот, это ничего ровным счетом не значит. Я очень часто вижу в новостях, например, а, какие-то акции выросли, да? Смотрю, максимальный рост акций, дали какие-то акции какой-то компании. На следующий день, я смотрю, то есть они так взлетели. На следующий день я смотрю на новости, максимальное падение дали те же самые акции. Ну, как бы, они, ну, это коррекция, понимаете, вот она, хопа, выросла, так сказать, по максимуму, потом, значит, скорректировалась. И дальше идет, она фиксируется на новом рубеже. То есть надо покупать не те акции, которые растут быстрее всего, которые выросли быстрее всего, а те акции, которые вырастут быстрее всего. А как это сделать? В этом надо разбираться. И надо смотреть не только на этот параметр, а и на другие параметры тоже. И, ну, я хочу продолжить тему. Это вот самый первый параметр фундаментального рынка, про который я начал говорить, это акции бета. Ну, я уже упомянул параметр P на E. Он тоже достаточно простой, о нем все говорят. И я продолжу рассказывать про те параметры фондового рынка, которые мы можем учитывать. Для того, чтобы понять все это, я предлагаю вам просто, ну, прямо сейчас подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать нужные видео. И если вы хотите получить больше информации, если вы хотите узнать, как при помощи инвестиций накопить просто вот такие деньги, за счет которых вы сможете жить, например, создать источники пассивного дохода в размере 50 тысяч и более, сколько захотите, я об этом рассказываю на своем мастер-классе, который абсолютно бесплатно можно посмотреть. Ну, там просто я подольше рассказываю, сейчас у меня все, так сказать, время ограничено, минут 10. Вот, а там я рассказываю очень-очень подробно, как создать пассивный доход за 50 тысяч рублей. Прямо вот вообще, вот наглядно, вы все это поймете. Это мастер-класс. Повторяю, что он бесплатный, а посмотреть его можно прямо вон там. Ссылочка будет под этим видео. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Девятков Юрий. Поделитесь этим видео своими друзьями, если они еще не начали инвестировать. До встречи.